Сегодня продать автомобиль с пробегом большая проблема. На авторынках Шимкента старенькие Апеля и Ниссаны проставят по полугода и выше, так и не найдя нового владельца. Продавцы не желают продавать железного коня за бесценок, а покупатели в свою очередь не видят смысла платить кругленькую сумму за БУ. Покупали за 5 тысяч долларов, кто купил, кто купил, до инфляции. Они, получается, попали. Они сейчас не могут продать до ту цену, которую купили. Они сейчас продают дешевле, дешевле 2 тысячи долларов, за 3 продают, за 10,5 продают. Руководство авторынка отмечает, что в этом году не произошло сезонного роста цен на автомобили с пробегом. В ходе торга с продавцами цена опускается еще на 10-20%. Причем, чем дороже автомобиль, тем больше скидка. Одним из актуальных способов избавиться от машины сообразительные владельцы прибегают к вариантам обмена. За наличный расчет можно купить машины, которые мы называем дешевыми, это до 5 тысяч долларов. Можно купить их. Ну, они в основном проходят, хорошо проходят у нас. А вот свыше 5 тысяч машин в основном у нас, ну, как говорят, варианты. Это машина плюс заплата или там, ну, другие варианты, обмены там. Директор Шымкентского филиала общественного объединения ОСА отмечает, что автомобиль всегда был символом достатка, но символом временным. А потому сейчас по машине человека не судят. Рухнувшие цены на поддержанное авто ударили по карману автолюбителям, но на руку тем, кто давно мечтал купить железного коня. Цены рухнули. Ну, это, говорится, по статистике, те автомобилисты, которые, в принципе, продавали раньше там за 600-650 тысяч тенге. Сейчас на данный момент те же марки там ходовые, которые там Мерсы, Опель, сейчас они где-то в пределах 450-500 тысяч тенге стоят. Если бы я сейчас, в данный момент, уже продавал поддержанную машину, то, в принципе, я бы потерял, может, в 1100, как минимум, тенге. В свою очередь автолюбители пришли к мнению, что остается единственный выход – пустить машину на утиль. Но у нас пока в Казахстане такой программы нет. Продолжение следует...